Пирмский край оказался на восьмом месте среди регионов страны по доле населения, открывающего индивидуальные инвестиционные счета. В Прикамье у каждого 120-го жителя региона есть такой счет. Это следует из данных, которые привела Московская биржа по итогам июня. Самая большая доля людей, открывающих ИИС по отношению к населению, в Ямало-Ненецком округе 1,31%. Каждый 76-й житель региона имеет такой счет. Почти такая же ситуация в Ханты-Мансийском округе и Магаданской области. Пирмский край оказался на восьмом месте с долей ИИС от населения менее процента, немногим, кстати, уступив, к примеру, столице. По количеству таких счетов Прикамье находится на десятом месте в стране. При этом эксперты Московской биржи отмечают, что не все счета активны, причем многие из них отличаются низкой активностью до пяти сделок на счете, либо средней активностью лишь на каждом десятом счету совершается больше 50 сделок. Пока наблюдается существенное преобладание доли акций и депозитарных расписок в структуре торговых оборотов, но при этом доля облигаций в структуре оборота растет, отмечают эксперты Мосбиржи. Ну и индивидуальные инвестиции счета стали одной из тем, которые финансовые эксперты обсуждают в последние пару недель. Идут разговоры об ужесточении инвестиций, хотя население изначально хотели, чтобы привыкло инвестировать, что и было целью подобных проектов. Сейчас подробно тематику обсудим в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Марк Усманов, старший преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого дела классического университета. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Растан. С нами также на видеосвязи будет независимый финансовый советник из Москвы, Наталья Смирнова. Чуть попозже к ней вернемся. Марк, как оцениваете в целом место Пермского края в этом рейтинге по индивидуальным индивидуальным счетам? Место хорошее, место в десятке почетное достаточно. Я отношу все-таки к структурным вещам, потому что те регионы, которые находятся в десятке, это 4 региона по Волжи, Республика Тарстан, Республика Башкортостан, Ульяновская область и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Все регионы достаточно большие, но с преобладанием, явным преобладанием городского населения, с развитой промышленностью. Не от того, что здесь люди более продвинутые, а просто доступ к услугам банковским и рынка ценных бумаг. То есть, в принципе, ожидаемо. То есть, если бы Пермский город был на 20-м месте, это было бы уже позором. Позором бы миллионнику. Позором бы не было. У нас городов-миллионников, ну, как бы достаточное количество. Позором бы не было. Но нет, почетное место хорошее, мне очень нравится. Но вообще, рост отмечается стремительно на рынке ЕИС. Мы ведь видим, что за полугодие выросло в полтора раза. В полтора раза, да. Тенденция прошлого года продолжает оставаться. То есть, за прошлый год, за 2018 выросло в два раза. Сейчас за полугодие, как верно сказали, в полтора раза. Ну, то есть, все предпосылки к тому, чтобы в два раза выросло. Но это все-таки, опять же, на мой взгляд, эффект базы. Потому что мы начали, мы стартовали в 2015 году в начале. И, соответственно, первый год, по-моему, там 90 тысяч счетов по всей стране. Потом 300, потом 600, соответственно. Вот, сейчас порядка 900. Ну, а вот в обзоре... Тысячи. Да, в обзоре Московской биржи еще отмечается, что очень много существенное преобладание доли акций. Хотя, вроде бы, ожидание, что ИИС это такой, ну, первый все-таки серьезный инструмент для населения. Они должны брать какие-то более консервативные инструменты. То есть, ожидалось, что люди там будут облигации брать на ИИС. Ну, на самом деле, так и есть. Я с вами, Кскельком, согласен. Именно это ожидалось. Но, во-первых, здесь нужно смотреть, опять же, структуру российского рынка ценных бумаг. Явное преобладание акций. И Центральный банк, на самом деле, как раз предпринимает усилия. Потому что, чтобы повысить долю облигаций вообще, ну, среди бумаг, которые обращаются на рынки. Скажем, в концепции 2019-2021 основные направления развития финансового рынка России. Как раз одна из серьезных задач, которая стоит перед Центральным банком, это облегчить выход предприятий на облигационный рынок, увеличить долю облигационного рынка, ну, в том числе, облегчить выход предприятий малого, ну, не буду говорить малого, а среднего бизнеса, скажем. И поэтому, да, но при том, что вы сказали, на самом деле, доля облигаций все равно растет. То есть, если мы видели, в 2015 году и средства ИИС инвестировали всего 5% облигаций, то по состоянию, ну, вот, как вы сказали, первой половины 2019-го года уже 13%. И доля там без всяких колебаний, то есть она просто повышается на рынке. Вот, но чтобы тезис закончить ваш, вообще говоря, я согласен, что ожидалось, что сюда придут люди, консервативные инвесторы. Вот, я бы посмотрел, на самом деле, соотношение открытых счетов вообще, в принципе, и активных счетов. Вот, на сегодняшний день это... Чуть ли не менее половины, по-моему, да? Ну, явно менее половины, 17% на самом деле, по состоянию на... То есть люди просто кладут и берут налоговый вычет? Ну, примерно так. Не покупая там... Вот, а вкладывают туда, куда им предлагают их налоговые консультанты. Ну, поскольку рынок акций много шире, вот, и есть голубые фишки, ну, так априори надежные бумаги, да, вот, соответственно, налоговые консультанты, видимо, рекомендуют вкладываться туда. Отлично. Подключаем к беседе Наталью Смирнова. Это у нас независимый финансовый советник из Москвы, она на видеосвязи с нашей студией. Наталья, здравствуйте. У меня вот два к вам вопроса. Первый, ну, наверное, о рынке ИИС вообще, насколько регионы здесь показательны, насколько они стремительно растут. И второе, вообще, очень многие разговоры шли о том, что давайте привлекать россиян на рынок инвестиций, индивидуальные счета, различные народные облигации. А затем пошли разговоры о том, что, а давайте вот им запретим валютные вклады, а давайте запретим им зарубежные бумаги покупать. Где все-таки правда-то, куда двигаться российскому инвестору, начинающему, прежде всего? Ну, в отношении регионов, добавлю еще к предыдущему спикеру, что немало важна активность финансовых компаний в той или иной области, в том или ином регионе. Потому что, если посмотреть Москву, Питер, Свердловскую область, Пермский край и так далее, там еще очень активны наши ведущие брокеры. Это БКС, финансы, открытия, они проводят очень много мероприятий и таким образом рассказывают, что вот, ребят, есть ИИС. И если посмотреть там на Дальний Восток и так далее, там в основном работают представители брокеров, там не так сильны позиции финансового сектора, поэтому там людей, в общем-то, которые знают про эти три волшебные буквы ИИС, не так уж и много. Поэтому нужно смотреть еще и на активность финансовых компаний. Сейчас в этом смысле как раз вот лидерство удерживают именно те регионы, где а. высока просветительская работа финкомпании, но и б. самого Центробанка и Минфина. Это первый момент. И Пермский край весьма здесь активен, потому что я туда часто в свое время приезжала именно от брокеров, от Минфина и так далее. Поэтому у вас очень высока просветительская, скажем так, история, из-за которой вот действительно вы знаете много про ИИС, в этом смысле, что называется, честь вам и хвала. Что касается, в принципе, ограничений, то, ну, наверное, регулятор немножечко обеспокоен тем, что люди могут инвестировать в инструменты, которые им не очень понятны, в частности, в бумаги иностранных имитентов, иностранных компаний. То есть в данном случае, ну, если взять среднестатистического человека, наверное, он не в состоянии будет оценить отчетность Apple или там, ну, условно, какой-то другой иностранной компании, и он не оценит дополнительно валютные какие-то ситуации, когда из-за изменения курса валюты к рублю он может столкнуться с налогообложением из-за курсовой разницы. А по вашему мнению, нужно ограничивать начинающих инвесторов в таких инструментах, ну, условно, сложных для начинающего? Моя личная точка зрения, что если бы мы были сейчас на уровне США, где инструментов реально много и где более 70% населения на фондовом рынке, там уже можно о чем-то говорить. У нас сейчас, я бы сказала, распахнула бы двери к основным инструментам, сказала, ребята, welcome, пользуйтесь тем, что есть. Потому что я не верю, что у нас, может быть, какие-то серьезные риски с тем, что человек вложится в акции крупнейшей, одной из крупнейших компаний в мире, например, Apple. Ну, какие там риски? Это обычные риски, похожие на инвестиции в акции «Газпрома», ну, условно, это крупнейшая компания и так далее. Поэтому я считаю, что здесь, ну, немножечко перегнули. Лучше бы акцентировать внимание на то, чтобы, ну, например, запретить доступ к кредитным кооперативам, к каким-то вот таким сомнительным историям, а акции Apple и других иностранных компаний, которые допущены до Питерской биржи, я не вижу там ни одной, где были бы риски полной потери капитала. Отлично. Спасибо за мнение, Наталья Смирнова, независимый финансовый советник по видеосвязи из Москвы с нами. Марк, ваше мнение по этому поводу? Мое мнение следующее. Что нужно запрещать? И кому? Мое мнение следующее. На самом деле, ну, согласен с Натальей отчасти. Вот. А основная цель вообще вот этого введения индивидуальных инвестиционных счетов была как раз задача, ну, вообще по классике, в чем основная задача финансового рынка? Это трансформация сбережений в инвестиции. Вот. Соответственно, до сих пор у нас, ну, поскольку мы развиваемся в этой части по континентальной модели, напомню, есть континентальная модель, есть англосаксонская. Континентальная модель подразумевает большое наличие банков, ну, то есть доминирующее положение на финансовом рынке банков. Вот. Соответственно, все инвестиции у нас, ну, или львиная доля инвестиций производилась посредством банковских вкладов. Вот. Видя такую картину, ну, в какой-то момент мы уже дожили до того, скажем, правительство решило, что нужно и финансовый рынок тоже развивать. Вот. Но сейчас вопрос стоит не в том, мне кажется, не в плоскости того, насколько рискованы и нерискованы инвестиции для отдельно взятого человека, а в том, какой рынок мы развиваем. То есть, если вот, ну, на тему того, что запретить вложение в акции иностранных компаний... Да, на ИИС, да, к примеру, что предлагается. Да, на ИИС. Да, здесь логика только одна, чтобы действительно люди вкладывались или поддерживали, или развивали наш собственный рынок ценных бумаг. Чтобы индексы ММВБ и... В том числе. Другое дело, что это как бы одна часть истории. Вторая часть истории, ну, как бы, да, эти действительно достаточное количество инструментов. Вот. Над этим тоже работают, но, то есть, эти процессы должны идти параллельно. То есть, не только запрещать вложения в рынок ценных бумаг, скажем, в США, вот, но параллельно развивать рынок российский ценных бумаг с тем, чтобы количество инструментов достаточно велико было, чтобы они были надежными, чтобы они были эффективными с точки зрения вложений. То есть, прямо на ИИС всем нужно запретить, там, я имею в виду, там, это не ваше мнение, а вот главная вот эта идея. То есть, на ИИС всем нужно запретить покупать зарубежные бумаги, только на обычном инвестсчете. Я не говорю, что я разделяю позицию запретить. Я говорю, что, на мой взгляд, это объяснимая позиция с точки зрения государства, особенно в период санкций, когда мы отрезаны от внешних источников капитала, а внутренний источник капитала у нас инвестирует где-то за рубежом. Ну, как бы, немножко странная картина складывается. Та же история с валютными вкладами, чтобы поддерживать рубль, я не знаю. Ну, отчасти так, хотя, с другой стороны, валютные вклады, но это вообще, как я понимаю, вот, действительно. То есть, мы живем в период, когда будет очень бурное развитие, вообще говоря, вот этой истории. Все, что касается инвестиций. Потому что, вообще говоря, прообразом мы взяли, когда вводили индивидуальные инвестиционные счета, это, скажем так, пенсионные накопления в США, вот, история которых начинается с 1974 года, и там регулярные изменения происходили. Вот, и мы тоже этой долей не обойдем. Да, то есть, мы тоже должны будем регулярно, ну, скажем так, менять правила игры. Другое дело, с какой периодичностью, потому что Центральный банк, опять же, в упомянутых мной основных направлениях, это тоже осознает, что правила игры не должны меняться очень часто, вот, с тем, чтобы люди могли успевать привыкать к этим изменениям, и не подрывалось вообще доверие в финансовый рынок как таковой. Так, да, так и звучали идеи, что на ИИС вовсе там запретить налоговый вычет, чтобы они, вот, как раз эти счета не были такими неактивными, а то люди просто положили 400 тысяч на него и получили вычет, и даже не купили самые простые облигации. Поэтому, а давайте запретим вообще налоговый вычет, пусть покупают бумаги. Тогда теряется вообще смысл весь индивидуальных инвестиционных счетов, потому что это становится просто брокерскими счетами. Ну, если... Марк, буквально минута остается, будущее ИИС есть в Пермском крае и в России? И как они будут преобразовываться? Безусловно, будущее и есть, потому что, ну, опять же, мы идем в неком тренде, да, развития вообще мировой экономики в целом, ну и финансовых рынков в том числе. Вот, к примеру, опять же, если брать США, то 9... Сейчас скажу вам. Это, 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 это... Большая доля. Большая доля. Значит, 9 миллиардов, извините, 9 триллионов. Накоплений в ИИС у американцев. Вот, при этом объем, капитализация всего фондового рынка у них, ну, при Трампе существенно выросла, скажем, в начале 18-го года превысила 30 триллионов долларов. Впервые в истории потом 35 триллионов долларов. Россия пойдет по тому же пути. Но, тем не менее, четверть примерно, как бы это занимало. Вот в России сегодня, по моим подсчетам, сам считал, надеюсь, не ошибся, примерно 3,2 процента доля ИИС. Вообще говоря... И она будет расти? Я думаю, что будет расти. Отлично, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok